Всем большой привет! Сегодня у меня посылочки с Валберес. Они все маникюрные. Давайте вместе с вами посмотрим, что же тут пришло. Ну, наверное, самое интересное, что в этой большой коробке. Честно скажу, там не так интересно, но интересно то, что люди хорошо заботятся о своем товаре. Коробочка большая. Здесь у меня типсы. Типсы интересные, длинные. Ну, был вот такой вкладыш. Просто просят поставить 5 звезд. Тут поставим. Типсы пришли в хорошем состоянии. Посмотрите, мало того, что коробка, еще и пупыркой обмотанной прям. И вот такие прикольные, это отрывные типсы для дизайнов. Сейчас достану, но не буду шуршать. Кстати, здесь 240 штук. Я еще такими никогда не пользовалась. Мне очень интересно. Они огромные. Просто огромные такие стилеты. Вот так они отламываются легко. Тоненькие, аккуратненькие. Ну, конечно, копье можно человека проколоть. Будем пробовать, потому что я часто в марафонах участвую. И знаете, у меня типсы очень маленькие. Я уже вам показывала. Вот сейчас поближе покажу. Допустим, у меня, смотрите, они вообще, можно сказать, мизерные. То есть, вот обычные типсы, да, ну, как вот отрывные размеры. И вот эти очень маленькие. И мне приходится вот как-то там все это вмещать. А вот с помощью таких типсов, я думаю, уже можно разгуляться. То есть, рисунок уже, посмотрите, какая разница. Уже можно что-то разместить, какую-то прям композицию крутую. И прям в радость. Поэтому я вот запаслась этими типсиками. Думаю, буду пользоваться с удовольствием. Вот, смотрите, легко они поотрывались. Я, прежде чем в пакет засовывать, решила сразу их оторвать. Ну, и раз тема типсов, то покажу еще одни. Эти я уже потом заказала. То есть, я решила, ну, огромные. А все равно иногда вот какая-то выкраска надо поменьше. Но не буду я уже открывать. Здесь тоже, по-моему, 240 штук. Ой, я не знаю, не написано. Ну, смотрите, здесь 2, 4, 6, 8, 10. 10. Ну, ладно, бог с ним. Короче, много. И эти типсы интересные. Они, посмотрите, прям белые-белые. И такие овальные формы тоже будут классно. Не будем на них долго внимание заострять. Следующая интересная покупка. Кидала я ссылку в своей группе, в Телеграм. Там, интересно, как раз была тема Хэллоуина. И кто успел, там девчата, они купили такие флакончики. Это в форме черепа. Видите, прикольно. Вот сюда еще стразики приклеить, если вообще будет круто. От фирмы Бай Скай. Кэнди Рок называется серия. Мальдивс Исланд. Мальдивская что-то, короче. Номер 15. Так, 8 миллилитров годен до марта 24-го года. Ну, скидка была хорошая на этот флакончик. Ну, знаете, не столько из-за геля, из-за гель-лака, вернее, я взяла, сколько из-за вот этого флакона. Сам гель-лак обычный, такой вот цвет. Был еще там голубой. И, по-моему, еще я находила сиреневый. Но тот уже стоит дороже. Позже мы сделаем выкраску. Ну, мне кажется, не очень качество. Ну, по крайней мере, интересный сам флакончик. Как какой-то, знаете, атрибут для фото, допустим, ногтей. В тематике, в такой, будет классно. Дальше. Дальше вот такая посылочка. Это тоже в группе девочки кидали ссылку на этот гель. Это Боя, гель для наращивания. Номер 3. Здесь 30 миллилитров. Он темно-розовый цвет. Я открыла только коробочку, чтобы заглянуть. Вот так выглядит баночка. Баночка небольшая. Несмотря на то, что тут 30 миллилитров, она выглядит, как у некоторых, на 15 миллилитров. Ну, видимо, она без двойного дна еще не открывала, поэтому я ничего не знаю. Давайте посмотрим вместе. Довольно красивая баночка. Здесь информация. Ну, правда, плохо видно. Отсвечивает. Видите, такая серебристая наклейка, что трудно посмотреть. Может быть, что-то там и видно в телефоне, но мне это видно, а вот в этот отсвечивает. Так, здесь у нас годин до 26 года, до августа. Ну и давайте поглядим внутрь. Здесь у нас все запаяно. Сейчас открою. И вот, посмотрите, какой красивый цвет. Гель такой, знаете, средней густоты. Мне нравится вот такая консистенция. Он, видите, как хорошо распределяется. То есть он будет самовыравниваться на ноготочке и в то же время не будет затекать. Попозже мы его проверим на жесткость. Просушим. Ну, цвет тоже очень красивый, считаю. Прям такой самый благородный. В баночке всегда цвет кажется темнее. На ногтях он, естественно, будет светлей. Дальше решила я тут потратиться и купить себе кисть-гребешок имитация колонка номер 5 от Рублев. Нет у меня еще от Рублева ничего. Хотя нет, брешу. У меня две кисточки. Я когда-то выигрывала у Лилии Нигматулиной в марафоне. Но они не такие, конечно. Они немножко подешевле, наверное. Потому что у них белые ручки такие прозрачные. Вернее, светлые. Все наговорила, что могла. А здесь у нас темная ручка. Так, прикольно. Видите, в тубе в такой приходит. Целая, нигде не сломана. Хотя смотрела, у многих там в отзывах приходили сломанные. Так, как же тебя открыть-то? С какой стороны вход-выход? Вот. Просто обычный такой пенальчик силикон. Так, ну давайте посмотрим на нее. Синтетика номер пятый. Рублев. Опа. Выглядит как обычная прямая кисть. Но это у нас кисть для градиента. Мы будем обязательно с вами тестировать. Я надеюсь, что будет хорошо получаться градиент. Потому что у меня обычный. Ну вот сейчас по-быстрому покажу. Например, вот это я с Алиэкспресс кистью работаю. Ну почему-то мне не нравится. У меня не получается. Он такой, как вот, прям вот, чтобы плавно-плавно. И еще была старенькая кисть. Она даже лучше работала, чем эта. Но уже я не помню, куда ее дело. Градиент я не так часто делаю. Но хочется, конечно, чаще. Потому что и клиентки бывают его просят. И в каких-то дизайнах он часто нужен. Именно градиент. Так вот здесь уже не буду я, наверное, мучить вставлять. Я думаю, так все понятно. Следующая посылочка. Покупочка. Это пластинка. Классная. Так она мне понравилась. Тоже я кидала ссылочку в своей группе в Телеграм. Кстати, девчата, спасибо, кто с моей группы смотрит. За эти ссылки, которыми вы делитесь. Я часто смотрю, но бывает кину в корзину. И нету возможности, я не беру. Как появляется возможность, я схватаю, а потом показываю вам. Ну что ж такое, я открыть не могу. Я не пойму опять с какой стороны открывается. Короче, решила с другого входа зайти. Здесь продавец положил подарочков нам. Вот это да. Так, спасибо, что выбрали нас. Вот такой магазинчик. Спасибо вам. Опять идет ленточка такая. Раньше с Алиэкспресс часто клали такие. Ну и здесь набор салфеточек. Такие красивые зелененькие. Но нам не это интересно. Нам интересна сама пластина. Посмотрите, какая прелесть. Я ее назвала музыкальная пластина. Ну реально очень красивая. Очень такая романтичная. Весной будет, мне кажется, актуально. Попробуем попозже, конечно, сделать какие-то с ней дизайны. Либо просто протестировать. Вот смотрите, гитара и цветы. Ну шикарно. Хотя я не люблю гитары. Но именно вот в таких проявлениях, в таких дизайнах они смотрятся очень даже так по-романтичному. И сразу хочется весны. Белая сторона здесь. Так, следующая тоже пластиночка. Здесь уже у меня идет с печатным текстом. Хотя я не знаю, зачем я ее брала. У меня печатных пластиночек много. Так, здесь тоже. Я чувствую, долго я буду туда подбираться. Поэтому я лучше вот так и делаю. Сейчас в последнее время, заметила, на всех пластинах стали делать белую вот эту сторону. Мне очень нравится, потому что я когда делаю демо-листы, я подписываю демо на вот этой белой стороне. Так, кстати, почему она какая-то вся? Видите, как в чем-то. Не знаю, может от пакетика. Ну, я думаю, на качество это никак не повлияет. Покажу поближе вам. Здесь тоже печатные тексты. И вот здесь действительно такие рисунки, как газетные. У меня была до этого какая-то пластина. Там как-то не так. И там, по-моему, больше русских слов. А здесь именно вот такие вот. То есть иностранные. Вот лав, например, вот эти. Интересно будут какие-то романтичные дизайны. Не знаю, увидела, взяла. Тоже цена была небольшая. Тоже в группе, по-моему, либо я кидала, либо кто-то с девчат. И последняя на сегодня покупочка. Тоже прикольная. Тоже сейчас мы с вами будем три дня ее открывать. Либо мне ногти мешают. А ногти, кстати, я делала по уроку Натальи Машанской. Очень мне понравилось. Сейчас у нее марафон проходит. И, возможно, если хотите, вы можете успеть на нее. Если кому интересно, могу ссылочку вам потом дать. В комментариях. И там марафон именно на верхних формах по коррекции ногтей. Вот это мне было интересно. Потому что коррекцию я обычно делаю гелем без всяких верхних форм. Ну, ладно, дело не в этом. Смотрите, какая классная пластина. Здесь у нас змеи. Блин, отсвечивает. Вот вам. О, вот так, я думаю, будет видно. Интересные. Хоть я змеи не люблю. Ну, знаете, сами вот принты вот эти интересные. Вот с цветочками. Здесь баба идет. Из одежды одни змеи. Ну, тоже вот эти, допустим, интересные. Где-то в каких-то дизайнах. Вот одна черепушка тут попалась. Хэллоуин уже прошел. Тоже как-то нужно было мне вот такое что-то. Ну, ничего. Пусть будет. Пусть будет для... Вот этот тоже интересный рисунок. Для коллекции. А это прямо, вот смотрите, чистая змея. Прям настоящая. Потому что иногда бывает, какие-то надо дизайны делать в те же марафоны. А у меня нету. И вот я столкнулась, что надо покупать. Иногда вот какие-то действительно нужны. Ну, что, давайте тестировать. Начнем с гель-лака. Так, лампу можно назад повернуть. Знаете, тут я же говорю, больше взяла из-за флакончика. И цена была там что-то в районе 80 рублей. Сейчас уже нету, по-моему, таких товаров. Видите, качество не особо. Он просвечивается. Вообще, фирма-то это неплохая Sky. У меня есть, по-моему, топ. База от этой фирмы. Но в один слой, тоненько, конечно, оно немножко плешивит, просвечивается. Сушим. Первый слой просух и наносим второй. Взяла, закрутила флакончик. Ну, вторым слоем уже, видите, он более плотный получается цвет. Ну, опять же, я же говорю, может, в каких-то дизайнах он мне понадобится. Так, у меня вроде такие оттенки есть. Просто заинтересовал именно такой флакон. Не, гель-лак хороший. Посмотрите, цвет приятный. Он такой больше, наверное, в голубой уходит. Не столько бирюзовый, сколько в голубой. Но, тем не менее, интересный оттенок. Теперь я хочу протестировать этот гель на прочность. На все остальное придется уже тестировать по ходу дела. То есть на клиентках, на себе. Ну, я наслышана про эту фирму. Мне ее очень хвалили. И кто давал ссылку на нее в группе, тоже сказали, что самый крутой гель, который они видели в своей жизни. Так, ну, наношу я, короче, таким приличным слоем. Ну, не сильно толстым и не тонким. Такой, знаете, типа ноготочек. Вот где-то тоненько по краям, а в серединке у нас более толсто. Податливый, как видите, хорошо. Он не утекает никуда. И вот за кисточкой прям так хорошо елозит. И в то же время самораспределяется прекрасно. Вот такой сделаем овальчик такой. Просушим в лампе минуту. Высох наш гель. Ну, вот я щупаю сейчас. Он снизу прям прохладненький. Никакого нету тепла. Вообще никакого тепла, девчонки. Обычно, тем более я только что достала с лампы. Обычно достаешь, и он чувствуется хотя бы тепло. Так, конечно, не сообразишь, печет он или нет. Но я думаю, что печь он не будет. Потому что он абсолютно холодный кусочек. Пусть чуть-чуть он у нас остынет. Но как после лампы все равно он должен немножко полежать. И мы его сейчас будем мучить. Ну что, пришло время поиздеваться над этим бедным кусочком. Давайте попробуем. Ну, смотрите, какая у него толщина. Я считаю, что очень тонко я сделала. Можно было потолще. Вот в этом месте, конечно, будет толсто. Но там я пальцами не подлезу. Так, ну что могу сказать. Он гнется. Он гнется, но гнется с трудом. Поджиматься будет он, конечно, хорошо. Арочка. Вот я пытаюсь его согнуть. Он сгинается. Видите? И обратно он уже... Нет, выгинается обратно. То есть он гибкий. Он податливый, смотрите, но он не ломается. Он вот если согнулся, я думаю, видно, да? Вот он согнулся, и он обратно принимает форму. Но в то же время он очень такой, знаете, его не сломаешь. Он крепкий и гибкий. Вот что интересно. У меня еще такого геля не было. Чтобы он согинался и обратно выпрямлялся, но при этом не ломался. Видите? Он ломаться не хочет. Мы будем смотреть, на клиентах проверять. Ну и нам нужно еще протестировать эту кисточку сегодня. А пластины я оставлю для следующего видео. Поэтому не пропускайте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-группу и плюс канал еще там же мой. Мы там с вами, если что, я туда выложу видео. Мы посмотрим, что с этими пластинами, можно какие дизайны придумать. Потому что видео и так затянулось. И давайте сейчас я приготовлю цвета. Приготовила два вот такие цвета. Ну, знаете, старенькие лаки, они у меня уже давно. Ну, ну, качество у них офигенное. Я их использую в дизайнах. Мне нравится венолиса. Именно пигментация. Вот в один слой прекрасно перекрывает. И вот сделаем первый слой. Мы сначала светленький. Сушим. И вот после того, как он высох, я хочу сделать по-сухому, как говорят. Градиент по-сухому. Тоже у Алены Суховой я проходила такой. Вот у нее своя кисть. То есть она, вот эта кисть, чем-то похожа на ее. И я пробовала. У меня получалось. Но мне всегда казалось, что у нее какая-то волшебная кисть. Так, кстати, тут клея нету транспортировочного. И давайте попробуем, получится ли у нас этой новой кисточкой сделать градиент по-суховски. Я люблю вообще градиент делать вот именно вот таким образом. Не на уже готовый слой, высохший, наносить вот сверху другой цвет. Не именно два, когда их два выкрашиваешь сразу и смешиваешь между собой. Знаете, пока не пойму. Это надо приспособиться. Ну, что-то получается, конечно, надо. Сейчас, подождите, я очищу кисточку. Потому что она забивается и становится такая вот редкая. Расправляем. И второй слой, вторым подходом. Берем вот эту волну и покатили. В любом случае, знаете, к любой, наверное, кисти можно приспособиться. Просто всему нужен опыт. Почаще просто заниматься надо. И все будет получаться. Ну, как видите, все равно какие-то полосочки остаются. Либо я что-то не так делаю. Вот. И последний слой мы уже просто, вот когда мы уже все стянули, всю краску, мы его как будто вот пришлепываем и размазываем. И вот тогда получается вот этот плавный переход. Но все равно вот здесь вот мне не нравится. Давайте высушим и сделаем еще один слой сверху. Ну, вот я просушила. Давайте я еще немножечко нанесу. Здесь можно попробовать уже сделать вот как раз два слоя, как обычный стандартный градиент. То есть я добавляю все-таки такой тонкий-тонкий, только надо обязательно тоненький. Первый верхний слой обычно, ну, должен немножечко как бы с напуском быть. То есть, чтобы у нас было что стягивать. А нижний слой обязательно делаем тонко. Так, здесь какой-то мусор. Ну, давайте попробуем теперь таким образом сделать градиент. Тут тоже аккуратно. Первый рядочек мы как бы создаем вот эту волну и потихонечку ее сгоняем вниз. И она уже начинает у нас смешиваться с тем цветом. Ну да, все равно бороздки остаются. Не знаю, что не так. Надо хорошо каждый раз протирать и опять же, чтобы у нас оставалась такая пушистая кисть. Потому что она забивается и она получается, эти склеиваются между собой волосочки. Ну, вот сейчас уже получше. Сейчас я ее распрямила, распушила. И как видите, уже получается более такой размытый. Вот поэтому пластины будем тестировать в следующий раз. Вот с одним градиентом полдня просидим. Все. Я думаю, достаточно здесь уже. Как бы по-другому уже лучше не будет. Ну, я думаю, что-то получилось более-менее похожее на градиент. Ну, и вообще градиент же тоже еще зависит от гель-лаков, от их свойства. То есть они должны еще быть такими самовыравнивающимися. Потому что если гель-лаки густые и они плохо выравниваются на ноготочки, они будут плохо получаться, эти градиенты, именно переходы. И также, если гель-лак малопигментированный, он полупрозрачный, то, естественно, градиент тоже у вас получится плохой. Плюс еще цвета, которые вы смешиваете между собой. Конечно, хотелось бы, чтобы они были хотя бы одного вида, одного бренда, либо одного свойства. Ну, консистенция похожая должна быть у них близкая. Градиент это целая наука, поэтому это надо этому учиться. Просто так не получится. Пробуйте, повторяйте. Ну, и вот перекрыла топом. Вот такой получился у нас почти плавный градиент. Все, на этом я заканчиваю небольшой свой обзор, который и так у нас затянулся. Пластинами мы посмотрим в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok